Здравствуйте. Я была у терапевта. Можно получить справку? Да. Справки выдают всем, кто обратился. Достаточно лишь предъявить паспорт. Только вот насколько необходима такая бумага, ни медики, ни пациенты толком не поймут. Одни выдают, потому что так надо, другими правят любопытство. Я удивлена была, когда сказали получать справку. А сумму не удивила стоимость? Сумму удивила, конечно. У нас вот есть пресс-курант, который вот тут вот у нас есть. Вот терапевт. 576 рублей 0,6 копеек. Хирург. Так, 681 рубль. Ну это же совсем мало. При этом врачи предупреждают, что в справке отражена лишь предварительная сумма за лечение. Итоговую стоимость можно узнать в своей страховой компании. Чтобы человек узнал, сколько государства, вернее, страховая компания потратила на его лечение. Потому что человек уходит, и он как бы не знает, не понимает, откуда идут эти деньги и так далее. А так он уходит и понимает, что страховая компания на него потратила, конкретно на его лечение, вот такую-то сумму. Функция у этого документа исключительно познавательная. Своего рода отчет о проделанной работе. Никаких компенсаций по этой справке получить невозможно. Тогда она нам зачем? Просто соблежала. Нам хотела, чтобы нам немножко давали. Здесь все было. Ну, конечно, важно. А почему не важно-то? Все равно, чтобы знать. Может, ничего не знаем. Оцениваем свое здоровье. Да, вот именно. Отчет о стоимости затрат на лечение пациентов в Татарстане начали выдавать с 1 сентября. Другие регионы подключатся постепенно. В планах разработчиков проекта по всей России начать выдачу справок с 1 января 2015 года. Справки об окончательной стоимости медицинских услуг в Татарстане, да и по всей стране, начали выдавать только-только в рамках пилотного проекта. Поможет ли это при борьбе с коррупцией? Покажет время. Елена Чедина, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.